Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня тема переезда. Я увидела этот комментарий, и я думаю, что эта тема будет очень интересовать многих-многих людей. Не всех, может быть, но многих людей. Временный это переезд, например, либо абсолютно полный переезд. Будем смотреть саму эту возможность и насколько благоприятны условия и так далее. Давайте посмотрим просто. Давайте смотреть, что мы имеем. Вы знаете, я сейчас показываю человека, который нацелен на победу любым путем. Ага. Ну, я так скажу. Общая характеристика вот этой вашей затеи, если вы... Смотрите, сейчас я обращаюсь только к тем, кого эта тема интересует. Если не интересует, вы вообще не думали даже ясным духом, просто можно пропустить этот расклад и не засматриваться на него, да, то есть не привлекать то, что вы, по сути, не хотите. Вот. Но я так скажу. Если тут вы очутились, нажали пальчиком на данную ссылку, на данное видео, то, скорее всего, каким-то образом вот эта информация должна вас заинтересовать, да, то, что будет сказано здесь. Вот что-то вам хотели сказать высшие силы через меня, да, через это видео. Ваша затея — большой плюс. Большой плюс, и высшие силы дают, знаете как, зелёный сигнал на это путешествие ваше, да, на этот переезд. Куда бы вы ни собрались, я вижу ваше подозрительное сейчас такое, ну, давайте так, лицо, да, подозрительное лицо, которое сейчас пытается, ну, как ко всему как-то так довольно-таки подозрительно относиться, но как итог я всё-таки вижу, даже вот эта ваша спешка в чём-то, она приведёт к состоянию победителя. А по десяточке пентаклей, да, тут хазарды, ваш риск, да, вот опять же про хазарды, да, будет оправдан, если это риск, если это действительно сопряжено с риском каким-то. Хорошо. Ну, нам, по сути, ответили на вопрос, да, давайте всё-таки ещё более конкретизируем, насколько удачно вот ваше решение, определились ли вы, допустим, с направлением, да, правильно ли вы выбрали направление или выбрали вообще вы его, что тут хотят сказать. Так, карта силы идёт. Так, на данный момент вы направление выбрали правильное. Вот эта шестёрочка мне говорит о том, что это направление напрямую связано, да, все карты больше, да, по своей силе, но эта шестёрка, хоть она небольшая, она здесь громко заявляет о том, что это очень сильно перекликается с каким-то ностальгией, да, прошлым может быть, прошлым, грубо говоря, прошлым, а может быть даже детством, детством, вот. То есть, либо это детская какая-то мечта, либо, наоборот, здесь идёт, знаете, как возврат туда, да, то есть в то место, где вы были ребёнком. Так, так, или какая-то детская давнёшная мечта. Вот, она реализуется, это будет просто счастье, праздник на вашей улице. Тут вы становитесь действительно как-то энергетически мощнее в этой среде, приводите себя в состояние праздника и какая-то борьба. Решаете какие-то вопросы и опять переезжаете, смотрите. Или думаете о переезде. Ну, вам вот это первое, да, первое ваше движение, оно крайне необходимо. Вы что-то задумали такое, да? Возможно, это временное какое-то движение, временный ваш переезд. Для кого-то вот я вот сейчас смотрю прям как личный расклад, да, потому что оно настолько точно показывает, что тут как-то два движения будет в одну сторону, и потом ещё раз, но я пока ещё не понимаю, то ли это возврат, то ли это вообще другая. Нет, это другая абсолютно территория. По девятке хазардов шикарная территория, вот. Когда вы будете отличаться от тех людей, которых вы когда-то знали, они просто будут на вас смотреть и говорить, боже, как она изменилась, и вообще даже многие будут этого не принимать. Интересно то, что вот в первом месте, куда вы едете, вы набираете сил. То есть это самое главное сейчас понять, что вот первый шаг нужно сделать. Это уже потом. Это вот как намёк на то, что, да, у вас в жизни может появиться что-то стабильное, вплоть до того, что появится человек, да, мужчина, который эту стабильность захочет дать, и тогда вы с ним можете двинуться в путь. Повторный. То ли это тут человек, который любит переезжать, он показан, ну, или, возможно, действительно такая ситуация возникла, может, у кого-то первый раз в жизни, и вот пришлось, допустим, временно поехать куда-то, а потом ещё раз, вот я вижу ещё одна. Боже мой, что могу сказать? Здесь просто, ну, бесподобная сейчас идёт информация, сильной энергетики и с мощным, светлым таким посылом. Появляется стабильность, да, у вас. Вы действительно движетесь к тому, чтобы набрать свою силу, вот, для следующего рывка, для следующего более крупного шага. Вот этот крупный шаг, это действительно, когда в вашей жизни появляется человек, он даёт ещё большую уверенность в том, что вам нужно, ну, как, вам нужно, во-первых, понять, кто вы, кто вы, насколько ваша сила мощная, потому что тут появляется какой-то человек, который вам как помощник, как покровитель и как, может, даже для кого-то содержатель. Да, у нас тут девятка хазартов идёт. И вот там будет движение. Сейчас здесь акцент. Хорошо. Тогда первое здесь путешествие. Первое путешествие. Тут какая-то, видите, как всё-таки пятёрка жезлов. Здесь вам придётся, ну, порешать какие-то вопросы всё-таки, да. Но, в общем, энергетика классная, хорошая. Сидеть без дела не придётся. Пятёрка жезлов – это всё-таки некая рабочая такая среда, конкурентная среда, где вы реализуетесь, может быть, что-то достигаете, ну, или приходится за что-то постоянно вести борьбу. Но судьба, да, даёт человека. Я ещё хочу посмотреть вот в это путешествие. Вы будете там, да, реализовывать свои таланты. Я так понимаю, что этот человек увидит вас, через вашу какую-то, через вас, то, что вы будете в мир нести, да. Это может быть ваша профессия. Так, встречу вижу уже. Просто показывает, что там будет встреча с человеком вашей судьбы, с партнёром вашей судьбы. Вы приобретаете стабильность. Мужчина смотрит то же самое, да, то есть вы приобретаете партнёршу вашей судьбы, обретая свою стабильность. У вас будет встреча, вот, тут уже для двоих говорят, ну, для мужчин и для женщин. Это движется к... Там уже у нас была десятка пентаклей и десятка кубков. Это что-то, что вас будет соединять вместе в какую-то одну семью. Семья будет реально. У вас будет одна цель. Одна цель. Тут самое-самое важное, вот во время того, когда вы обретаете стабильность, вот эту некую, понять, что ну как, вы силу имеете, не пускайте кого угодно в своё пространство. Не ошибитесь, потому что вам необходим вот реально просто крутой какой-то мужчина, либо очень крутая партнёрша, если вы мужчина, чтобы вы были ещё сильнее в какой-то своей силе. Тут что-то такое, что вот Вселенная как-то так задумала, чтобы вас развить, вас сделать больше, ярче, сильнее с помощью какого-то человека. Но опять же, это не просто использование этого человека. Нет. Там своя сила, у вас своя сила, но что-то такое, что вот вас выделяют высшие силы сейчас. Вот. Чтобы вы продвинулись как-то. Почему? Почему? Что-то спит у вас, какая-то сила у вас спит. Ну что ж, что-то вы должны дать миру. Кто-то должен дать миру ребёнка. Вот, от этого мужчины. Так. А кто-то какую-то новую идею, какой-то новый проект, что-то у вас такое будет рождаться там на ещё на одном месте проживания, да? Так, хорошо. Но я тут вижу, что вы как-то думаете над вот этой поездкой, правильно? Так, я бы ещё спросила, как долго вы пробудете вот в этой первой, да, вашей поездке поездке и в вашем первом переселении, переезде. Долго ли? Двойка мечей. Ну, два, да? Тут у нас цифра два. Ну, два дня, конечно, нет. От двух месяцев до двух лет. Две. Нет, ну вот как-то так. Два месяца, две, два года, да. Для кого-то два месяца, и вы вот встречаете мужчину. Вот, представляете? Да. Да, вот так вот. То, что мечтали, то и получили. Остальное вы метаете, вы метаете из своей жизни, вам вообще не нужно, потому что вы видите какую-то свою особо важную звезду, которая вам только светит. Ни на что больше не обращайте внимания, абсолютно. Вот так. Так что, вперёд, и с песнями вам совет. Давайте посмотрим. Вам совет. Боже, один процент остался. Так, вам совет на эту первую поездку. Девяточка идёт. Жезлов. Много людей будут на вас как-то влиять. Вот что-то требовать от вас. Нужно вам. Нужны будете вы этим людям. Каждый захочет, ну и что нужно. Вот, пожалуйста, вам тут же буквально говорят, что взяли коробочку конфет, вкусную книжечку легли на диван, самых близких людей собрали возле себя, остальных за пределы. Не трогаем их. Вот так. Может быть, это хорошие люди, но, я так скажу, и хороших людей нужно держать иногда на расстоянии, потому что со своими советами хорошие люди пытаются навредить. Ну как, могут навредить случайно вам. Так. Взять вас под контроль. Смотрите. Не давайте этого делать.